И снова всем привет, ребята. Я надеюсь, что будет все-таки кому-то интересно. Знаете, здесь дело касается именно ремонтов телефона после покупки в Китае. В чем прикол, купил я телефон Blackview BV9600E. В то время это был изумительный телефон. Единственное, что стоимость его чуть-чуть вкусалась. Я не знаю, остался у китайца в продаже. Да, он есть. У нас и классный процессор, и по памяти здесь много. И бесконтактная оплата. Но самое главное из плюшек здесь экранчик с технологией Амалать. Я вам скажу, что тема еще классная, но единственное для телефонов и защиты это не сильно комфортно и практично. Я надеюсь, что кто-то из подписчиков все увидит, что с тех пор уже покупки год. В чем прикол, что было где-то в 3 месяца спора. Я там и видео писал, и фото скидал, и все полностью. И, конечно же, в китайцы встали на сторону в компании. И при том, что телефон попользовался в 3 дня, сдох аккумулятор и с концами. Списался с китайцем, он сказал, что все окей, отсылайте в Китай. А то слава в Китае 16 долларов стоит. И чтобы оказался в Украине, он, смотрите, специально показываю, потому что для информации, чтобы все в курсе были, вот сколько из Китая в Украину. Вот если вы покупаете телефоны у компании, у них специально, вот есть ссылочка для такой, темы, секунду, не то, не то. Вот видите, в 15 долларов. Ты платишь, и путь идет, ну что, где-то 14 дней. Не знаю, что, честно, из недостатков вскрыла в таможне Украины. Знаете, думали, что здесь в килограмм или золото, или чего. Но, в любом случае, вот если включили и сделали телефон, я считаю, что для Леньки окажется в конечном итоге победа. Специально в трек номерах показываю, а то, знаете, у нас, ну, скажем так, все классно из таможни было, но иногда сталкивался с моментами, что бывало чуть-чуть, ну что тырили из упаковок. Так, открываем и смотрим, вот что встречает от нас. Я специально, и хотелось, чтобы и вы вживую все увидели, и я. Знаете, из-за этого так рассказываю и попытаюсь попутно еще или скриншоты переписки кину, или что, я не знаю. Просто, вот, чтобы вы увидели, в чем прикол, что там идет, вот мы с ним исписывались, потому что я ему рассказывал, что вот я включаю его, телефон отказывается, потому что включаться, включал с тестером, вообще питание, вот не шло. В конечном итоге, что китаец мне скинул, скидайте в Китай. В трек номер, окажется, интересно, вот есть и украинский, и китайский, я их кину в описание. Вот видите, что китаец указал, куда мне, чтобы в путь и шли. И я, вот, знаете, самое главное, что вы, пока телефон в пути, всегда пишите и китайцу, что, опа, потому что телефон Китая уже, и все полностью. И смотрите, в чем прикол, что телефон-то оказался, я смотрю, что на 100% вот новым. Так, я не знаю, что на китайском, вот здесь указано, кто в курсе, вот, ребят, пишите в комментариях. Не знаю, я смотрю, что стукнули его чуть-чуть, что где-то, но в целом, знаете, и спасибо, и на том. Пленочки все целенькие, болтики у нас целые. По корпусу, в корпус из металла, сканер и сбоку есть, включение кнопочки громкости, потому что пленка, и смотрите, вы знаете, такое чувство, что все-таки в компании, вот, ничего с ним не вскрывали. Я смотрю, вот здесь, я не знаю, из-за солнца вы увидите или нет, но я смотрю, что спинка стеклянная идет, и вскрывали. Но самое главное, вот, что, чтобы телефон в конечном итоге еще и включился. Из-за чего я, ну, что в курсе, что с пленкой у нас, ну, что прикол, ну, что был, и что телефон, вот, не из таких. Вот, осталась упаковка, и из него, ну, что пленочка изначально и шла. Вот, просто, вот, всем для информации. Так, смотрите, изначально включаться отказывается, и попытаемся, вот, что сделать в такой ситуации. Секунду, раз, два, и вставляем в питание. Нет, специально всем для информации, чтобы вы, ну, что все знали. У компании идет, ну, что, в комплектации, в пленка, и все полностью, и кабель, и шел специально, что другой. А где он делся, а кто его, ну, что знает. Это кнопка, вот, не включение, точно. И кабель, естественно, же испарился. Спасибо. Все, девочка, секундочка. Так, ребят, ну, что, извините, но для спортивного интереса вставляем. В питание, в чем прикол изначально, потому что телефона. Он и защитой от воды, от пыли и всего полностью идет. Но у них идет, я так думаю, что там, где питание, идет специально и заглушками, и из этого питание, и из USB чуть-чуть в длине. Все-таки телефон и шел в пути, и из этого отказываются включаться. Но вот просто к чему все вот рассказываю. Смотрите, индикатор у нас включился, засветился, но в чем прикол, что изначально и в телефоне включался и светился, но в конечном итоге фигушки отказывался включаться. И хотя вот мне и скидывали и прошивки с ним, что-что, а шить вот Ленька умеет. Но и засветился экран, я не знаю, вот вы увидели или нет, и указывается, что аккумулятор все-таки, ну, что включился в телефон. И, ребят, вы меня, знаете, в любом случае окажутся и хейтеры, и все полностью вот это наше видео, что вписалось специально, потому что для вас. Но вот здесь идея в чем была, чтобы просто вы увидели вообще, вот что к чему. И смотрите, имей, тютелька, ну, что тютелька идет, такое чувство, что спинку переклеивали. По качеству она идет, ну, чувствуется, что истрепанная жизнью, и экранчик вот новый. Я все-таки склоняюсь, ну, что к мысли, что в телефоне поменяли, ну, экран. И все, вот видите, в чем прикол у телефонов технологии AMOLED, что вот если черный экран, то он черный на все 100%. И вот если стандартный экранчик, то вы здесь не увидите. Вот видите, вот ты включаешь экран, и черный на все вот 100% идет, и ты вот не увидишь, включается или нет. Здесь мы в такого, естественно же, я надеюсь, что все увидели, что вот нету. Вот, ребят, ну, в любом случае, я и заплатил те в 30 долларов, но в конечном итоге, вот, сумма, что больше была оплачена, я ее увижу, и в конечном итоге у меня оказался телефон на все 100% вот новенький. Так что вот не опасайтесь списываться с китайцами, вот, ребят, в любом случае, все окей. Вот вы прикиньте, что при солнце, экранчик изумительный, и при том, что пленка. Извините, он просто тупо успаковывается, и в продажу вот где-то, что кину его, честно, знаете, осталось впечатление, вот, не сильно приятно, и не хотелось бы. Единственное, что испытаю, вставлю сим-карту, чтобы все классно было, но и включается, и срабатывает вполне окей. Я им пользовался в 3 дня аккумулятор, вот, если вот не увлекаться, в день, вот, если вы еще попытаетесь в игрушки поиграть, честно, в PIS-70 это не игровой телефон, но вот, ребят, это, скажем так, из категории, из телефонов и защиты, это один из самых интересных телефонов, что у меня был. Самое главное, что он комфортный, вот, идет, потому что был в Cubot King Kong 5, были, потому что другие телефоны, там, или за здоровый, или за страшный, или старый Android, или что. Здесь у нас все включено за втерпевую стоимость. Вот вы учитываете по экрану, что при сфонсе, вот, гляньте, читаемость экрана изумительна, и все. Но, кто будет покупать его, естественно же, пленочку, скажем так, нужно в сторонку, и покупайте 100% стекло. Для таких экранов только стекло, а самое лучшее, я не знаю, взять их, там, штуки 4, чтобы лупануть, и в таком случае тема будет. Так, извините, что долго было, но хотелось, как минимум, включить его. Всем спасибо за внимание, и я знаю, что долго было, но и хотелось бы, чтобы включился в телефон, как минимум. Всем спасибо, пока.